здравствуйте коллеги тема сегодняшнего видео ответы от сервера моя задача показать какие бывают ответы как их обрабатывать как лучше это сделать что такое хттп коды состояний в общем то ну я хочу показать это все максимально простой форме а ну еще я хочу попробовать новый инструмент который может вот так вот раз и выделить очень мне кажется красиво и удобно значит по порядку у меня есть проект я хотел бы вам показать что этот проект у меня уже написан в смысле использует netframework.net core 3 который вышел на самом деле недавно и в интернете была презентация его так мы вызываем вебинар .net.com 2019 очень рекомендую посмотреть видео на сайте channel 9 от microsoft там очень много чего интересного и полезного в общем вот вы видите что у нас есть .net core 3 дальше я бы хотел еще показать что я буду использовать вот такой вот инструмент который называется insomani вы можете в принципе скачать на сайте вот поэтому вот адресу я буду сегодня часто рисовать на экране это прикольно мне кажется но и на самом деле тогда не нужно бегать за мышкой обратить внимание на важные вещи в общем инструменты на самом деле очень удобный таких rest клиентов на самом деле очень много в интернете но они как бы вот некоторые уходят в сторону монетизации некоторые просто забрасываются но вот в данный момент этот бесплатный инструмент позволяет решать очень много задач особенно простых но и собственно играем там с дальнейшим усложнением я сейчас покажу что этот уже наделал то есть я вот создал namespace есть у меня так называемый environment одна переменная которая ведет на localhost 5000 api cars ну и собственно говоря если я буду делать реквесты на этот адрес они будут ходить вот этот бэкэнд вот этот самый контроллер вот этот самый бэкэнд я сделал чтобы можно было не при старте приложения из visual studio не запускать при этом браузер это делается в настройках вот в этом месте ну то есть если использовал вот этот вот конфигурацию то я здесь поставлю false и она собственно не будет запускаться в общем прошу прощения я буду с этим инструментом играться научусь им пользоваться будет все удобнее гораздо вот вот как то вот вот здесь вот нужно поставить false и собственно говоря тогда будет стартовать консольное приложение сейчас покажу вот она сейчас стартует наверняка где-то вот она и и браузер не стартует и я собственно говоря могу прикрутиться переключиться вот в insomniu что означает естественно бессомница вот ну и здесь делать запросы и так о чем сегодня речь пойдет сейчас я вот это все переключу и смотрю и смотрите чем покажу у меня здесь в моем контроле есть пара там хелперов один просто генерирует случайно число от 1 до 100 ну я сейчас покажу про чё речь давайте сейчас переключусь в презентацию или немножечко мы потом продолжим и так я запустил презентацию здесь совсем немного слайдов в общем то давайте начало их просто посмотрим а потом будем рисовать всякие запросы в контроле и так правильный ответ от сервера на самом деле это важная штука и как вы понимаете ответы могут быть разные и варьироваться даже в одном и том же запросе основании разных условий могут ну собственно диаметрально противоположные ответы по степени важности операционный результат это на вид пакет который я давным-давно написал и использую он уже не менялся много лет но вот с некоторого времени вообще с переходом на этот версию dotnet core 3 он претерпел изменения собственно говоря моя цель но если хотите прорекламировать этот пакет но тем не менее я хотел чтобы вы не считали что это реклама просто демонстрация работы пакета и собственно говоря с оправданием того для чего он нужен так допустим у нас есть первый слайд который говорит вот давайте предположим что здесь какой-нибудь пользователь который хочет ну я не знаю купить что-то на сайте да ну на каком-то ну да и раз я уже показал карс контроллер пусть это будут автомобили пусть это будет немалое количество автомобилей ну 100 предположим это студент получил стипендию и вот решил купить там 100 автомобилей но мало ли студенты же разные бывают в общем то что делает пользователь когда покупает автомобили или что-нибудь еще он направляет запрос на сервер которым говорит положив корзину 100 автомобилей что может быть ответом от этого сервера но казалось бы самый простой ответ это типа да в корзине теперь 100 автомобилей например или собственно говоря если мы говорим про ну реализацию допустим нашего какого-то там собственного имплементации да может быть у нас такое сообщение как товар в корзине уже есть также собственно говоря может быть опять же ошибкам сервера до в салоне только в автомобильном салоне имеется ввиду только 90 автомобилей они они 100 как вы захотели купить также допустим собственно и говорят почему нет вы можете быть не зарегистрированы на сайте другой ответ вам еще не исполнится 21 год ну допустим вы зарегистрированы там прописана ваша дата рождения и сайт посчитал что вам еще нет этого количества лет и вы не можете купить автомобиль ну и собственно говоря самый распространенный ответ сервер недоступен в общем то как вы понимаете и это не предел ответов может быть гораздо больше в зависимости от того насколько сложная ваша бизнес логика что дальше смотрите так или иначе вот эти вот все ответы они делятся на некоторое количество бизнес логических то есть ответы от бизнес логики и ответы например сервер недоступен это тип ответа от http протокола то есть от протокола имеет несколько состояний давайте на них посмотрим вот и вы уже наверняка слышали про код ошибок код состояния http запросов реквестов они разделяются на буквы на цифренную градацию сотня это информационные 200 это success то есть реквесты завершились успешно 3 на 300 это те которые с перенаправлением пользователя 400 ошибки пользователя 500 это ошибки сервера ну наверняка вы слышали окей 200 или видели собственно грей можете открыть браузер нажатие в 12 и сделать любой реквест и в конце каждого реквеста вы видите 200 что реквест завершён собственно говоря если вы не зарегистрированы то у вас будут перередиректить там в смысле если вы не зарегистрированы да например там будет 301 ошибка или там значит ну не будем вдаваться в коды в подробности на самом деле они хорошо описаны в википедии и собственно говоря суть не в этом суть вот в чем кода состояния http http если говорить уже совершенно правильным языком коды состояния http описывают только коды состояния запросов то есть код состояния http ничего не скажет вам про бизнес-реализацию что это значит я я пример приверженец того что пишет свои книги роберт мартин чисто архитектура он на самом деле много книжек написал он пишет следующее то есть нельзя смешивать бизнес-логику с платформой реализации ну грубо говоря и это я сильно самом деле утрирую все что написал но тем не менее суть следующий многие программисты на самом деле очень много споров ходят по поводу того нужно или не нужно ли придумывать свои коды состояния бизнес-логики или использовать уже существующие они на самом деле очень очень достаточно подробные доступны речь о чем ну допустим если вы неправильно набрали ошибку то 404 ошибка значит вы неправильно набрали извиняюсь url то получается как бы это ошибка клиента если допустим success там 200 но код это значит вернулся какой-то результат то есть как контент если 201 то запись создана если там 204 там ну в общем собственно говоря каждый ответ который возвращает http протоколка он содержит статус этот статус говорит о том какие действия были произведены дело в том что бизнес-логика может работать и не на http запросах то есть другими словами каким образом вы будете давать ответы если у вас допустим windows функция или windows сервис или linux там какой-нибудь diamond неважно никакого http статуса нету а бизнес-логика у вас останется абсолютно голый поэтому я предпочитаю придерживаться clean architecture то есть чистая архитектура описанная робином мартином я уже много раз про это говорил и буду говорить очень хорошая полезная книжка он предполагает делать непосредственно разделить то есть если есть у вас бизнес-логика она должна содержать свои ответы и концепцию состояния http собственно говоря речь идет о том что то что у вас описано вот в этом вот пакете это как раз получается вот сюда все приходит то есть так или иначе вот это все желтенькое она вот здесь вот вот описано ну хотя нет смотрите вот я работаю как бы на работе вот у меня есть коллеги и есть коллеги их которые работают на бэкэнде и которые на фронт-энде так вот мы с коллегами я работаю на бэкэнде и с коллегами на фронт-энде мы договорились что всегда сервер возвращает статус реквеста окей то есть реквест всегда приходит со статусом 200 если не случилось чего-то плохого все остальное что плохое ну то есть там not found или сервер экзепшен это уже не бизнес-логика это уже что-то большое сложное случилось и с этим нужно иметь разбирану ошибки отдельно другими словами моя бизнес-логика никогда не выводит на клиента ошибки http request ну то есть это тп состояние то есть если у меня запись создана успешно я пишу сообщение я пишу статус ok сообщение пишу дополнительно запись создана и другими словами я не использую http статус который 201 много бытует мнение до сих пор ходят споры если вы думаете не так или это неправильно я готов с этим поспорить давайте общаться пишите комментарии ну и собственно говоря дальше давайте посмотрим что можно сделать и как из чего откуда куда и что я переключаюсь visual studio и посмотрим как работает и так коллеги мы вернулись visual studio давайте кликнем пару-тройку запросов ну для начала запустим приложение хорошо а теперь переключаемся в этот и собственно говоря выполнил клик вот о чем речь смотрите у нас в 5 позволяет делать ну давайте я воспользуюсь новой фишечкой которого такая вот позволяет делать вот такие вот запросы да то есть мы у нас есть action result который должен вернуться и у него есть такая бортка которая собственно говоря там синтаксический сахар так сказать который создает http response message ну и собственно говоря в него вкладывают вот это вот значение вот этот вот значение ой сори вот этот вот сервисный ему у меня вот он написан салон по продаже автомобилей собственно говоря здесь мы это вот собственно и увидим далее я использовал второй метод то есть могу показать второй метод вот он он здесь уже смотрите возвращается стринг это на самом деле недавно фишечка появилась что она может сразу его сервизовать в отдельную строку но я не рекомендую пользоваться потому что она вводит некоторое заблуждение ну хотя естественно вы в своем праве можете этим воспользоваться то есть вот смотрите у меня метод называется уже get name и если я собственно дерну и второй метод вот он называется get new делаю реквейт но у меня здесь уже вот собственно вы видите все сами на экране ну и дальше эти методы я сделать из демонстрации что они возвращают они возвращают мало данных здесь никаких оберток не требуется но теперь немножечко посложнее да я сделал метод который называется опять баскет и в нем сделал вот такой вот do work то есть предположите давайте предположим что там делается много-много всяких вычислений бизнес-логика но как-то обычно бывает ну и в общем даже давайте я все-таки эти вычисления покажу что здесь происходит у меня получается случайное число от 1 до 100 в запросе приходит количество какое-то ну и если существующее количество и вернее запрошено айтем стал меньше чем случайно то возвращается ноль как это работает я сейчас это снова запущу вот он стартанул проект вот инсомния и вот где-то 5 50 варить в данном варианте вернулась 50 потому что секунду потому что у меня возвращается 50 то количество которое запросил то есть как бы можно сказать что реквест работал сейчас у меня вернулся ноль и я на самом деле уже понятия не имею что происходит почему ноль какой из тех самых шести пунктов вот помните этот слайд какой из этих вопросов отработал вообще на самом деле непонятно в общем то это одна из причин причем она самая основная почему почему нужно делать куда обертку возвращает сервера но в общем то давайте и собственно говоря эту обертку и сделаем другими словами как у меня нужно вот здесь вот вернуться какая-то логика или что что я должен сделать то есть если учитывать что мне несколько вариантов ответа то вот этот метод или вернее вот этот вот рисал должен возвращать что-то что-то подобное в смысле вразумительное да что понятно было разработчикам суть вот в чем если вы пишете свой собственный какой-то сервис и к нему пишите бэкенд и фронт-энд то вы вправе написать свой бэкенд так как вам хочется и никто вам даже слова не скажет какие там чего кто куда возвращает дело в том что если вернее как только начинает вашим бэкендом пользоваться допустим фронт-энд разработчики ну сторонние да скажем так или допустим вы работаете в команде и какой-то какой-то другой разработчик или сервис должен использовать ваш запрос то на самом деле начинается проблемой которая возникает из того что непонятно что собственно вернулась от вашего реквеста так вот этот вот сам оперейшн резалт однозначно определяет что вернулась эти что должно вернуться от реквест давайте я сделаю так вот новый ну нет не то я хотел написать их темы писать реквест вот реквест пусть он будет get пусть него метод какой-нибудь там тотал инсток ну пусть будет да какой-нибудь метод ну вот так вот напишем инсток road и в этом методе будем делать следующее но во первых что дает этот самый оперейшн как его как его создать то есть у небольшой сниппет а ну для начала видимо его нужно установить конце и поставим это целый оперейшн резалт оперейшн резалт как вы видите мне их несколько одна для версии dotnet framework а вторая dotnet core вот я для dotnet core ставлю dotnet core у нее требования уже где-то тут написано dotnet core 30 я его делаю инсталл хорошо сработало это не нужно и собственно говоря у меня здесь небольшой сниппет есть который создает тот самый резалт в резалт создается не определенного типа но давайте для начала определимся что он должен возвращать мой этот самый резалт я могу возвращать им мы также повторюсь я продолжаем работать вот append basket давайте даже делаем вот таким вот образом и здесь будем описывать версию вот так вот я сделаю прям скопирую сюда так вот ставлю чтобы можно было понять то вообще насколько мы дальше продвинулись то есть я здесь буду ставить вот так вот версия 1 вернее вот здесь вот будет версия 1 а здесь уже будет версия 2 давайте я нажму сохранить и попробуем запустить ничего не должно сломаться до роута не сломались но и соответственно мне здесь нужно поправить вот таким вот образом версия 1 проверим что работает 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 как вы видите вот возвращается результат нужно смотреть сюда и теперь я легким движением руки создаю новую версию эта версия у меня уже будет называется 2 ну и соответственно да давайте как-нибудь назовем так вот версия 1 что по-быстрому и вот здесь вот соответственно даже вот так вот вот это же мне называется уже другой вот чтобы нам опять же не путается то карта версия 2 я скопирую и вставлю туда же только уже будет версия 1 вот и собственно говоря чтобы не потеряли смысл вот мне возвращается то самое что что я и написал то есть ничего ну а теперь давайте поиграем с этим оперешим резал что он дает ну во первых он дает следующее давайте сделаю вот таким вот образом запущу снова и сделаю запрос смотрите в новой версии у меня возвращается резалт у меня возвращается операция то есть это уже не окей бизнес логики смотрите у меня на саму бизнес логику в смысле на хдтп реквест вот пришел тот самый окей 200 это статус а в самой бизнес логике то есть результат ответа мне пришел резалт который кстати ноль и окей то есть это говорит что операция какая-то там выполнить успешно более того у меня есть экзепшен то есть у меня нет экзепшена то есть показывается ноль я не использую эту новую функцию свою вот эту вот ноль да и у меня нет этой самой которая называется метод дата но про метод дата я немножечко чуть позже скажу вот метод дата давайте теперь сделаем что-нибудь вернем что ли в этом самом запросе но для начала давайте определимся если у нас тут вот этот вот самый резалт который был на картиночке да вот этот вот это в данном случае тот самый вот этот инт то есть если у меня здесь будет какой-то класс давайте его сейчас допустим создадим какой-нибудь персон вот допустим есть какой-то класс и вот этот класс или view model этого класса да грубо говоря я могу вот здесь вот вернули обычно всегда я возвращаю view model и ну ладно давайте уже будем совсем до конца честными то есть если у меня person это entity ну то есть view model модуль то есть модель то есть то что хранится в базе данных то есть у меня еще view model обычно это то что выкладывается наружу они сейчас вот равны и для этого маппинга не требуется но я вас уверяю обычно в модели гораздо больше данных которые на юане пробрасываются а на view модуле они обычно варьируются от роли пользователя и так далее ну в общем то давайте смотрите я могу здесь вернуть person могу вернуть person view model ну правильно конечно возвращать view model то есть есть один из таких одна из таких парадигм то есть на UI никогда не отдаются модели непосредственно только view model вернее представители data transfer object так называемый но в нашем варианте собственно говоря не важно я только демонстрирую и в данном в данном варианте мне нужно view model то есть я создал operation result типа person view model и теперь этот operation я могу создать вот таким вот образом то есть не важно где и каким образом это создается в каком месте бизнес логики но я вот я вам покажу вот так вот вот кстати мне скоро 45 совсем старый стал ну пусть будет ну тут конечно глупо да то есть age мы можем высчитать а data time birth date ну бог с ним пусть это биологический возраст ну вот такая вот дурацкая дата не важно нет это не дата моего рождения нет ну пусть будет там как они обычно пишут john и собственно говоря ой все мы знаем что он как обычно да что такое да ну и в общем если мы сейчас выполним запрос как вы понимаете вот в этом вот самом резалте да он запустился вот пришел смотрите резалт и в нем тот самый вот view mode что это дает ну во первых у нас резалт это generic тип который может быть любого типа как вы видели может быть string ну то есть примитивный тип ну я в основном использую для модели очень удобно если вы видели мое одно из предыдущих видео про шаблон микросервисов для платформы .NET Core то там как раз основой вот этой работы operation result контроллера лежит вот этот вот operation result который все что он возвращает на UI оборачивается вот этот operation result ну в общем то поехали дальше теперь что у нас может быть или не быть да давайте я вот эту функцию сделаю так вот get ё-моё прям написать не могу get d а get data пусть будет я его за рефактор чтобы мне можно было его потом return ну вызывать с другого места где-нибудь и вот таким вот образом передвину вот в helper ну если еще интересно это control alt shift ну для вас для этого должен быть установлен как вы понимаете решарпер так я перейдем вниз чтобы он не мешался где-то тут вот дата ну и смотрите теперь что у нас может произойти какие варианты могут быть ну теоретически это делается примерно следующим образом сначала я всегда создаю operation result а потом его наполняю и возвращаю наружу смотрите теперь у меня вот здесь вот есть тот самый do works он возвращает какой-то result вот и сюда передается количество чего-то там ну мы вот этот вот параметр не протолкнули в контроллер поэтому нужно это сделать иначе у нас не получится int controller items название должно совпадать с роботом чтоб можно было использовать routing ну и соответственно items count передается туда теперь что дальше у нас вот этот do works возвращает какой-то результат обычно 0 или 1 и первый вариант реализации мы говорим есть ли у нас резалт больше 0 тогда мы возвращаем сори сорян тогда мы возвращаем operation result в противном случае как раз этот вот operation ups return ok operation ну то есть действия все прерывается остальные нам больше собственно говоря ничего не нужно делать у нас отлично работает ну и собственно говоря у нас здесь есть версия 2 версия 1 название методов этого нету поэтому у нас ругается visual studio поэтому так напишу в 1 в 2 ну вы так и делайте вы сделаете отдельный контроллер раскладывайте в разные папки в общем смотрите теперь если мы этот метод запустим я его начну выполнять смотрите мне резалт не пришел ну собственно говоря понятно а вот сейчас пришел то есть где-то там получилось то есть результат успешный я вижу что все там случилось прекрасно окей окей и собственно у меня осталось что сделать осталось сделать обратную штуку если operation result не пришел то есть он работает следующим принципом окей поле только для чтения но оно вычитывается на основании того есть у вас резалт и нет ли экзепшена ну вот я не знаю я написал я не написал ну в общем окей я поставить не могу но я могу здесь сказать что у меня есть какой-то экзепшен честно говоря я могу сказать то есть я должен узнать то есть моя бизнес логика должна узнать что там произошло какой из этих шести нами описанных в одном из слайдов резалтов действительно случился нет ну может быть это не экзепшен может быть это ворнинг да то есть там вне 21 года или там ну понимаете о чем я говорю так вот другими словами смотрите вот эта вот вся логика начинает уже заполнять метод контроллера и это есть на самом деле ну не очень хорошо другими словами если бы все это было то есть для того чтобы это все сделать правильно я это должен переместить на уровень бизнес логики другими словами вот этот метод должен уже возвращать оперейшн резалт и это должно быть примерно следующим образом я говорю что у меня здесь оперейшн нету я говорю что у меня теперь вот это оперейшн и здесь как раз тот самый окей у меня у меня и сработает ну то есть у меня сейчас конечно же этот метод не возвращает я говорю что у меня должно быть давайте я сейчас вот так сделаю для начала я сделаю чтобы у меня вот этот результат возвращал оперейшн резалт чтобы было понятно я должен здесь вернуть оперейшн резалт чего-то это кстати второй вариант как можно использовать первый вариант генерируется а второй вариант сделать оперейшн резалт он дженерик и соответственно нужно вернуть персон в юмодул вот теперь у меня когда высчитывается какое-то значение вот здесь и будет уже реализована бизнес логика var is окей собственно говоря вот здесь могут происходить разные варианты поведение бизнес логики я делаю оперейшн резалт опять персон в юмодул и здесь этот оперейшн резалт возвращаю ну то есть это результат какой-то операции я наверно еще не сказал ну и в общем то вот на основании того что у меня здесь отработало я могу сказать что если у меня окей ну вот этот самый расчет тогда у меня оперейшн должен заполниться в смысле оперейшн резалт должен get data заполнится ну и якобы там вернуться вот ой почему он подчеркнутый а ну да он говорит что вернуть это давайте вот так сделаем я конечно же поспешил это ж меня не булево значение возвращает поэтому он обижается вот 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 ну и убрать конечно же лишнее вот то есть если значение которое выпало в рандомайзе меньше чем item это у меня давайте вот так которое больше тогда это у меня get data и собственно говоря return как раз тот самый operation в противном случае я должен сказать что не так но возвращаясь к тем слайдам которые то есть к тому слайду где описан там 6 или 5 бизнес логических результатов то есть результатов действия здесь можно как раз проделать операцию как раз вот описание того что это то есть допустим у меня operation result допустим что у меня value давайте сделаем ну я не знаю сейчас даже как ну во первых я хочу рассказать про варианты да то есть я если у меня operation вернулась отлично зашибись я могу сказать что у меня result равен как раз viewmodel еще могу добавить дополнительную информацию то есть add info например добавлено там успешно какой-нибудь результат ну и допустим здесь если у меня этот результат не завершился я могу сказать какой-нибудь add exception new какой-нибудь operation ну давайте вот так существующий invalid invalid operation exception ну не знаю какой-нибудь какой-нибудь вот такой в общем о чем я говорить что какой-то у меня приключился как это называется бяка какая-то случилась господи забыл слово вылетел из башки вот теперь давайте покликаем посмотрим что у нас происходит ну в общем то вот как раз тот самый exception который сюда пришел у меня та самое сообщение message oops то есть я добавил add exception у меня в мета дате появилась информация message oops и еще само заполню слово exception теперь давайте немножечко изменим этот метод и сделаем вот таким вот образом если value которое пришло из случайного числа допустим больше 50 тогда мы будем возвращать другой operation result и здесь я напишу add ну пусть будет warning я прям так и напишу value больше 50 и собственно мне теперь остается только сделать return этот самый operation что это даст это даст очень интересную штуку на самом на мой взгляд давайте нам придется покликать ну вот мы как раз покликали то есть второй вариант когда у нас успешный результат выполнения мы получили ok true в мета дате мы получили message который successfully этот и теперь давайте покликаем чтобы так это у нас exception случился тут я не могу попасть на этот самый а смотрите давайте сделаем еще интересную штуку вот здесь я буду не просто писать а мне нужно тогда конечно же я могу просто не попасть в этот я 50 запрашиваем на 50 давайте запросим 90 я делаю запрос вот он упс а вот тот самый нет еще не тот а вот смотрите а вот случился тот самый warning то есть метод дате у меня message уже появляется warning понятно что в request уже false результат ничего не пришел exception нет и собственно вы видите что можно варьировать разные ситуации разные варианты ответа более того например мне потребуется не только в этом запросе вернуть какой-то warning или info я могу сделать дополнительную штуку смотрите здесь есть такая штука называется add data и я могу сюда написать как раз value которое было отправлено причем я могу сюда отправить объект это может быть вот такой value и собственно value ой ну конечно не так так должно быть в общем то так как у меня давайте я чтобы понять не буду то есть она мне сейчас показывает что у меня value совпадает с названием параметра я говорю generated value вот и таким образом я сейчас начну снова кликать немножечко вот она и вот как вы видите generated появился data объект generated 83 это больше чем я запросил то есть меньше чем 90 и таким образом смотрите у меня вся логика как на ладони более того это еще понимаете не предел я могу вот этот вот add data добавить в любой из дополнительных в смысле operations и в общем то могу даже вот здесь добавить его вот add data я могу добавить сюда грубо говоря новый экземпшен ну это конечно не совсем логично и эта ошибка обработается но в общем вы понимаете что когда у вас достаточно сложная бизнес логика получается что управлять ей нужно будет как-то вот по-особенному в данном варианте я предлагаю использовать wrapper wrapper дает достаточно большое количество плюсов теперь давайте вернемся вот сюда наверх и он ну и в общем то вы понимаете что у меня вот этот вариант уже возвращает operation result person view model и я соответственно всю логику выложил в сервис более того если у меня опять же говорить про архитектурную про структуру архитектуры если хотите то у меня вот этот метод должен быть в каком-то сервисе если вы не смотрели мой ролик про архитектуру приложений ну рекомендую посмотреть чтобы было понятно о чем я говорю в общем что еще могу сказать operation result он не единственный в своем роде существует огромное количество всяких разных вот этих вот wrapper так называемых и их очень много и так или иначе каждый раз пользователи ну то есть разработчики наши с вами коллеги пишут свои operation результаты и собственно говоря даже не бывает так что пишут свои в каждой реализации свой я предлагаю использовать вот этот operation результат он универсальный он позволяет полностью описать все реализации которые могут быть в бизнес логике ну и на самом деле на этом наверное все спасибо что смотрели пишите комментарии давайте обсуждать давайте общаться с вами вот это это что это не это это как это что это это не Продолжение следует...